Всем привет! С вами канал Велосклад и я Макс Морель. К сожалению, во время съемок последнего ролика для канала меня очень сильно продуло. В этом виновата переменчивая весна. И, как видите, у меня довольно-таки сильно сел голос. И это хороший повод попробовать пообщаться с вами в режиме такого своеобразного подкаста. Надеюсь, вам будет интересно и вы поставите мне положительные оценки в виде больших пальцев, ну, хотя бы за то, что я старался сделать ваш день сегодня интереснее. А поговорим мы сегодня о велосипедных рамах. И, в общем-то, из-за рамы одни велосипеды стоят дорого, а другие велосипеды стоят дешево и при наличии более-менее одинаковой навески. Как же так вышло, что одни имеют пожизненную гарантию и высоко ценятся, а другие нарекаются пластилиновыми? И это правда. Все дело в расчетах, в опытных знаниях. И кто-то приобретает их в собственных конструкторских бюро и на соревнованиях, а кто-то в гарантийной мастерской. Чтобы рама не сломалась, инженерам нужно рассчитать нагрузки при езде. И зависят эти показатели от стиля, от веса велосипедиста, его уровня катания, ну и, конечно же, еще куча факторов. Рамы делают из труб, которые уже потом сваривают между собой. Когда на трубу приходит нагрузка, она приспосабливает себя так, чтобы сбалансировать эту силу. Трубы рамы тоже сгибаются, но человеческому глазу это эпичное зрелище, к сожалению, недоступно. Давление на рамную трубку связано с пограничными областями стенок. Материал имеет границы, и это внешняя стенка и внутренняя. Разница внешнего и внутреннего радиусов является толщиной. И, зная это, можем рассчитать площадь поперечного среза по формуле, которая сейчас на вашем экране. Так зачем вся эта тарабарщина, спросите вы? А все для того, чтобы вычислить давление на трубу. Велосипедист никогда не сидит равномерно. То встанет на педали, то перенесет вес назад. Прибавьте к этому кочки и прочие факторы, которые влияют на передвижение. Нагрузка при этом на ключевые детали будет множиться. Например, обода, спицы и педали. Для расчета используют формулу так называемого нормального давления. И для этого внешнюю силу в ньютонах, куда включается масса райдера, ускорение, делят на площадь поперечного разреза. Вот так вычисляется допустимая нагрузка при езде. Для любого парня с форму это, конечно же, прописная истина. Но приключения тут не заканчиваются. Мы пришли к вопросу эластичности. Если надетально давить, она изменит размер. Когда вы давите на педаль, происходит примерно то же самое. Вообще почти все, что вы видите на своем байке из эластичных материалов. Потому что они могут поглощать нагрузку не ломаясь. Но если нагрузки станет больше, чем может выдержать материал, то он либо согнется и больше не вернется в обратное положение, либо если продолжить нагружать, сломается. И это называется пределом эластичности. Измеряется в паскалях. Инженеры всегда тестируют детали, чтобы убедиться в том, что их эластичность при нормальных условиях не достигнет предела. Получается, если у рамы этот предел запредельный, можете смело давать пожизненную гарантию. Готов спорить, что вы слышали такое слово, как накат. Да, только избранные знают, что это такое на самом деле, но среди них лишь самые посвященные способны почувствовать его. Накат это такое откровение для велосипедиста. Ну и откуда он берется? Дело в том, что эластичность так или иначе гасит ту энергию, которую вы потом кровью и потом вкладывали в педали. Мы уже осознали, что детали гнутся и тем самым поглощают вибрации. И вместе с вибрациями они поглощают потенциальную скорость. Получается, что для хорошей скорости нам нужна максимально жесткая и суперэластичная рама. Попахивает бредом, но инженеры анализировали данные и им удалось поймать момент, при котором материал сгибался бы сильно, но так, чтобы при критических нагрузках не треснуть. Буквально ходя по краю, так сказать. Но это уже соревновательный процесс между конструкторскими бюро тех или иных производителей. Ну и победитель, конечно же, получает признание и ваши деньги. Для выявления этих параметров применяется модуль Юнга. Он назван в честь великого эрудита Томаса Юнга. Коэффициент эластичности определяется как отношение давления к напряжению, то есть сколько наша труба сможет выдержать под нагрузкой. Чем выше значение модуля Юнга, тем прочнее деталь. И если производитель использует материал с известным значением, то степень жесткости можно точно предсказать. У подсидельной трубы модуль Юнга низкий. Она поглощает вибрации, идущие по кривошипной системе и подсидельной трубе, делая велосипед эффективным. То есть он хорошо разгоняется, он предсказуем, информативен и накатист. Ну, теперь вы можете похвастаться этими знаниями на ближайших каталках или на форуме. Но мы только слегка копнули эту тему. А ведь есть еще очень много интересного. Например, предельный динамический сдвиг, баттинг, сплавы, геометрия. И эти знания помогут вам лучше понимать свой байк, осознанно подойти к выбору, парировать утверждения экспертов, кататься с удовольствием, что в принципе намного важнее, чем какие-то знания, если честно. Ну, что ж, если вы досмотрели до конца и вам все-таки был интересен этот ролик, то поставьте большой палец, подпишитесь на канал, ну и, конечно же, порекомендуйте ролик друзьям. Последнее время я перестал об этом просить. Для вас старался гуманитарий Макс Морель и наш канал Велосклад. Спасибо, что вы были сегодня со мной. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok